У нас в студии директор Института социологии Нан-Белоруссии Игорь Котляров и Игорь Васильевич. Добрый вечер, поздравляем вас. Вот как раз в день большого разговора указом президента вам присвоен название заслуженный деятель науки. Поздравляем. Спасибо большое. Да, вместе с нами также заведующий кафедрой экономики и права БНТУ, доктор экономических наук, профессор Сергей Солодовников. Добрый вечер. Здравствуйте. Добрый вечер. Игорь Васильевич, вот вы следили за большим разговором. Сначала были вопросы от простых людей. В специальном видеоролике. Затем корреспонденты Белта составили свой список тем, которые волнуют белорусов. Потом выступали эксперты. Вопросы задавали журналисты. Вот те вопросы, которые чаще всего поднимались, на самом деле отражают вот тот срез проблем, которые волнуют белорусов. Ну, в соответствии с вашими исследованиями. Мы, как правило, постарались еще до этого разговора провести свои большие социологические исследования и попытались ответить на некоторые вопросы еще до того, как они прозвучали в этом зале. Но начнем с того, что Республика Беларусь как государство, как независимое государство состоялось. Это подчеркивает сейчас уже почти 80%. И когда мы сейчас смотрим наших некоторых российских коллег, они говорят, давайте присоединим Беларусь к России. Так я хочу сказать господину Жириновскому, что только 3% жителей Беларуси поддерживают вот этот его посыл. 97% категорически просят. Следующий момент, на что хотел обратить внимание, опять-таки, если смотреть некоторые выступления наших оппонентов, они говорят, Беларусь не проживет. Да Беларусь проживет прекрасно, потому что жители нашей страны действительно верят в будущее. Мы задавали вопрос, хотели бы вы заниматься предпринимательством, так вот оказалось только 21% хотели, а больше 50% нет. 60% респондентов говорят, хорошее законодательство, но не хватает некоторых личностных качеств. Опять-таки, задаем вопрос, оказывается, на первом месте уважение к окружающим людям, ответственность, исполнительность. Это крайне важное, интересное качество жителей Беларуси, а вот на последнем месте предприимчивость, умение рисковать, это то, что надо именно предпринимателям. А чего нам не хватает, может быть? Так я вот говорю, не хватает как раз этого. Мы тогда поставили другой вопрос, и мы год 3 больших исследований провели. Мы попытались определить, какие факторы сегодня влияют на развитие экономики. И оказалось, что прежде всего не экономические факторы, о чем шел резче в течение этих 7 часов. Начинаем с образования, культура, предпринимательства. Как раз вот этот факт, который говорили мы, наша идеология. То есть достаточно много интересных моментов. К сожалению, я вновь хочу подчеркнуть, наши люди прекрасно понимают. Вот когда мы задавали вопрос, что повлияло на ту ситуацию, которая сейчас сложилась в Беларуси, не очень было приятно. Оказывается, на первом месте это мировой экономический кризис, на втором месте это цены на энергоносители, на третьем месте это именно наши личностные качества. Что бы вы предпочли выбирать? Оказывается, что небольшой, но стабильный заработок, доход, уверенно, в завтрашнем дне, 54%. Не рисковать, не тратить свою энергию. Например, много работать, хорошо зарабатывать, даже без особых гарантий на успех, только 31%. И иметь, собственно, дело бизнес, о чем мы раньше говорили, 11,3%. У нас и правда проблемы с такой предпринимательской инициативой нет в этой жилке у Беларуси? Здесь как рассматривать? Вопрос, надо ли нам 20% населения ГОПСов и Фордов? Очевидно, что нет. 20% даже слишком много. Современные экономические развитые страны перешли уже в посткапиталистическую экономику. Характерная мотивация для молодежи, оканчивающего высшие учебные заведения на Западе, это не собственный бизнес сегодня, работа в крупной корпорации. Форма собственной здесь вообще не имеет никакого значения. Это мировой тренд. Поэтому я бы здесь сказал, что то, что 20% хотят, это есть из чего выбрать. Это нормально. А многие из них поломают себе все, что можно, потому что это риск, раз они готовы рисковать. А когда в обществе оказывается людей слишком много, которые готовы рисковать, они могут разболтать систему. Это тоже не очень хорошо. Я бы сказал, что это хорошие цифры.